Дорогие друзья, 119-й псалом нас затягивает. Идем дальше. Пасук Зайн. Первое, что пишу об этом пасуке, если кто-то встал на плохой путь, да и ты сам немножко, наркотики, алкоголь, азартные игры, 18 раз читают пасук Зайн за себя или за того, кого ты хочешь помочь, это очень помогает. Для ответа на молитву, для принятия молитвы небом, когда ты чувствуешь, что не может она дойти до неба, написано, что в книге Хайма Паладжи от имени раба Хайма Виталя написано, что есть сгула такая, что прочитать Тегелим Зайн 8 раз перед молитвой, и эта молитва пойдет намного выше, чем до этого. Когда у человека страх, при страхе, когда ты кого-то боишься воров, людей каких-то, тоже читается 18 раз. Кроме того, Зайн еще есть что, что для хорошей памяти, и когда человек чувствует, что память немножко начинает как-то так буксовать, 10 раз читают это, желательно перед сном, и это очень помогает. И написано, что это сгула великая, ее передали рабе Йосифу Каро, ангел с неба, так что работает. Что еще? Раби Йосиф Гегтилия написал, что связана буква Зайн с кишечником, поэтому если проблемы с кишечником, там хорошо читать несколько раз именно вот этот пасук. Пасук Хэт. Пишет, что буквой Хэт создана верхняя часть живота, поэтому при проблеме в верхней части живота читают пасук Хэт, и он помогает. Второе, для того, чтобы запоминать выученное в Торе, когда человек чувствует, что улетучивается немножко, и 18 раз читают этот пасук, очень сильно работает. Если человек взял на себя обязательство какое-то, и не выполнил его, там сказал, что-то сделаю, это вообще нарушение недера, это очень нехорошая вещь, надо вот прочитать этот пасук, и он снимает в определенной степени сложности. Для хорошей памяти написано, что в книге Сгулот Израиль, написано, что каждое утро после молитвы, если человек читает 119-й Хэт, у него намного лучше с памятью. Тет, пасук Тет, с чем он связан? С правой почкой. С правой почкой он связан, при болях или проблемах правой почки читают 7 раз Тегелим 119-й Тет. Есть мудрецы, которые говорили, что лучше читать 20 раз, ой, 70 раз, простите. Ну, наверное, зависит от проблемы. Другие, кстати, Сгулот для почек, которые приводит Раф Якубов, пить петрушку они чистят, и свекла также чистят почки. Ну, вернемся к псалмону. Чтобы молитва была беспрепятственно принята наверху, читают Тегелим 119-й, 9 раз перед молитвой, тоже очень сильно. Если человек взял на себя пост из-за плохого сна или еще за чего-то, надо 4 раза утром и 4 раза перед заходом солнца прочитать 119-й, тогда это усиливает. Следующий пасук – ют. Буква ют – левая почка, и при проблемах левой почки всегда надо читать вот этот кусочек Тегелим, отрывочек ют. Что еще написано в книгах – привлечь в себе силу хеседа, как бы нить милосердия. Нужно читать 119-й псалом. Второе – когда человек страдает, от Иссурим написано, от всей сложности, 7 раз читают этот пасук. Есть мудрецы, которые говорят 9, но обычно 7. Если думают люди плохо, чувствуешь, что к тебе так относятся не очень, читают тоже этот Тегелим. И чтобы усваивать выученное в Торе лучше, чтобы то, что называется Лескот Батара, читают 26 раз отрывок Тегелим ют. И последнее, что мы о нем знаем, это для извлечения, перед чтением Тегелим или изучением Торы, произносят вот этот кусочек пасук, он очень работает. Давайте еще ХАФ. ХАФ у нас правая ноздря носа, создана с помощью буквы ХАФ. При проблеме с правой ноздрёй читают 10 раз Тегелим 119-й, вот этот КАФ отрывок. Если человек хочет открыть что-то новое, новый бизнес, новое дело, и ждешь вот это читать Тегелим 119-й, тебе это поможет. Что еще? Чтобы избавиться от ненужных советов, которые могут тебе повредить, чтобы правильный выбор был. Написано то, что значит уклониться от змея. Нужно 7 раз прочитать 119-й Тегелим отрывок КАФ. Ну, все, что мы успели, следующий урок начнем с буквы ЛАМЭТ. Брахавы от злаха! ЛАМЭТ ЛАМЭТ ЛАМЭТ